Для игроков волейбол это не просто работа, это образ жизни, они меняют команды, города, иногда даже страны. Сегодня мы пригласили человека, который не понаслышке знает, что такое сменить теплую Европу на холодную Россию. В нашей студии хорватский диагональный Лео Андрич. Это Первый Темп. Здравствуйте! Привет, Лео! Я рада тебя приветствовать в нашей новогодней студии. Спасибо большое, что пришел. Это новогодний подарок для наших болельщиков. И близится католическое Рождество. Расскажи, пожалуйста, как ты будешь отмечать, и есть ли у тебя рождественское настроение. Привет! Я рада быть здесь, потому что я знаю, что это для наших фанатов. Да, у меня есть хрисмассов, и я домой. В результате я получил несколько дней свободы, поэтому я домой с моей семьей, и я буду радовать все, что я могу. И я не могу не спросить, как ты себя чувствуешь в России? Ведь европейская зима достаточно теплая. Здесь холодно, и вы едете в длительные поездки. Как тебе? Скажи, пожалуйста, как тебе наш город Нижний Новгород? Я думаю, что ты уже, наверное, побывал в каких-то местах, может быть, тебе что-то запомнилось в центре города, например. Ну, конечно, я не было много времени, чтобы идти поездки, но когда я приехал в начале, я пошел в центре, я пошел в Кремлин. Я пошел в центре, это очень красиво. Я также пошел в несколько ресторантов, в несколько шопинговых центров. Это твой первый раз в России. Как тебе играется в российском чемпионате? Ты поиграл и в Азии, и в Европе. Скажи, пожалуйста, чем отличается российский чемпионат от иностранного? Ну, здесь есть много больших, long trips, поэтому это довольно тяжело, чтобы использоваться время в зону для игры. И также есть большие блоки во время игры. Но остальное, это довольно похожее, с остальным лидом, в котором я играл. Волейболисты много путешествуют, и ты тоже посетил много стран. Какая именно тебе больше всего запомнилась, понравилась и почему? Да, я был в много разных странах, с начала моей карьеры. И я был очень хорошим опытом из всех, но самое лучшее для меня, я думаю, Гриста. Это очень хорошая жизнь, теплое, когда я был там. весит. Я очень хороший опыт, вкус. Пицца, спагетти. И Корея была очень интересная, обитанность для меня, мне нет столько времени, чтобы путешествовать. но это было очень доброе стране, разные продукты, разные культуры, это было очень интересно увидеть. Давай поговорим о тебе и расскажи, пожалуйста, как началась твоя профессиональная карьера волейболиста, наверное, с детского волейбола? Да, я начался очень early с волейболом, я был около 12 лет, я всегда играл в моем родственном доме с моей семьей, но потом я начался в основном школе, чтобы начать тренироваться, и я начался из моего рода, потому что он был игроком, я всегда ходил на его практику, и я просто любил спорт. И да, я начался в моем городе, и после двух лет, немного больше, я ходил в другую город, в Кроэзии, и от этого я начал быть немного профессионалом, и после многих лет я сейчас играю в России. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно 14 номер? Скажи, пожалуйста, как ты психологически готовишься к играм? Ведь есть какие-то приемы, которые тебя настраивают на игру? Ну, ну, конечно, на геймдаге я пытаюсь отдохнуть хорошо после ночной практики, и съесть хорошо, потому что мне нужно много энергии для гейма. И я люблю слушать музыку, и пытаюсь остаться фокусом на игру, и готовить тактические вещи, чтобы готовить противника. Скажи, как ты тогда берешь себя в руки, когда, ну, например, происходит спад какой-то, может быть, в игре или в настроении, ведь ты тоже человек, и естественно, что спады бывают. Что с этим человеком? Ну, да, это произошло несколько раз, когда я немного с психологией ось, особенно когда я был мною, потому что, как ты сказал, мы – мальчики. Я просто пытаюсь быть позитивным, когда я лежал с головой и пытаюсь увидеть лучшие вещи, которые я делаю в моем игре. И пытаюсь фокусироваться на меня больше и наоборот. Ты очень хорошо подаешь мяч, это, наверное, твоя коронная фишка. Скажи, пожалуйста, как ты научился? Да. Многие спрашивали, почему я бросил так высоко. И даже некоторые команды пытались меня поменять, но это не получилось. И я просто оставлю с моим способом, потому что это как я знаю и как я чувствую лучше. Поэтому причина, что я чувствую более комфортно, когда球 очень высокая, и у меня есть время, чтобы подниматься и ударить очень сильно. Ты играл со многими связующими, но, наверное, ты выделяешь одного, может быть, пару человек, с которыми тебе было более комфортно и больше нравилось играть. Да. Да. Я играл со многими сеттерами. У меня были проблемы. У меня были хорошие дни с ними. Но лучший для меня – это Дечеко. Мы играем вместе в Перуга. Он – магистр. У него руки. У него сетты замечательные. Поэтому я обязательно положил его на уровне. Он – лучший сеттер для меня, который я играю с ним. Бывали ли у тебя курьезные случаи при подаче мяча? Может быть, какие-то интересные ситуации? Ну, да. Это произошло, потому что я играл дубл-хай. Так, несколько раз. Я играл в интернете. Я играл в аэрплейне, далеко от корта, в Трибюне. Также, рядом с корта, в Антенне. Так, да, действительно, интересные ситуации произошли. Но я думаю, это часть игры. Ну, давай, наверное, поговорим, как ты расслабляешься, да? Так, как спортсмены очень много тренируются, поездки. Очень мало остается времени на отдых. Как отключаешь голову? Может быть, хобби какие-то есть? Ну, да, definitivamente. В этом году тоже не много свободного времени. Но я люблю оставаться дома, чтобы расслабиться, как можно, потому что это тяжелые путешествия, тяжелые игры. Мои хобби – это видео-игры. Действительно, это мой лучший хобби. И я люблю смотреть телевизионные серии, фильмы на Netflix. Я бы сказал, чтобы читать книги, но я не читаю так часто. Но, да, просто оставаться дома, расслабиться и приобрести мою свободную время. Так как у нас есть болельщицы женского пола, и, наверное, им будет интересно знать, свободно ли твое сердце. Да. Да, да. Я абсолютно свободен сейчас. Особенно потому, что моя профессиональная карьера. Это сложно, чтобы, знаете, подразумевать серьезные отношения и мою спорт. Так что, definitivamente, сейчас я просто расслабляюсь, и не занимаюсь серьезным. для серьезных отношений карьера мешает. Но предпочтения-то какие? Блодинки, брюнетки? Ну, я, по-моему, не имею в виду. Я просто, знаешь, хочу девушке быть нормальной, смешной, умной. Вы знаете, на внешнем виду, конечно, это важно, но у меня нет каких-то предпочтений, цвета, скажем так. Так что все открыто. Так, с типажем разобрались. С отношениями серьезными тоже. Но в твоем представлении, какими качествами должна обладать девушка-волейболист? Ну, о каких качествах. Я не знаю, что сказать, потому что это сложный вопрос. Но, знаете, она просто должна быть спокойной, потому что мы профессиональные игроки. Мы путешествуем много, поэтому мы очень много дома. Так что, чтобы быть в порядке с этим, и это все. Я думаю, что ничего особенного. Ведите новогодние праздники, и, может быть, ты что-то пожелаешь нашим болельщикам в наступающем году? Новый год придет. Да. И я хочу сказать к нашим фанам, что я хочу, чтобы они обеспечиваются так много, как они могут с их семьей. Я надеюсь, что они придут в наши игры и поддерживают нас. И, да, я желаю им счастливыми, здоровыми, здоровыми, и, конечно же, здоровыми, и здоровыми. Я тоже хочу пожелать нашим болельщикам счастливого Нового года и Рождества. Лео, спасибо большое, что ты пришел. Это большой подарок для нас. И мы прощаемся с вами. Это был Первый Темп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова